Итак, в продолжении данного паса от Financial Times, где четко указана информация о том, что инфляционные ожидания продолжают свой рост уже наравне с растущей инфляцией. С точки зрения трейдинга это означает, что будет продолжение ротации капиталов промышленной компании США, РФ, Бразилии, Ближнего Востока и Азии. Ну и в том числе технологические компании будут своей стоимостью акций капитализации снижаться. В этом видео я хочу рассмотреть ExxonMobil, TransOcean, Southwestern Energy, Schlumberger, Chevron, Halliburton, Delta Airlines, American Airlines, Carnival и Royal Caribbean. Начну я с компании ExxonMobil, она пришла в тот диапазон сопротивления, который я еще указывал с ноября предыдущего года. То есть диапазон 55, дефис 67 долларов за акцию. Соответственно с точки зрения макроэкономического фактора мы получаем, ну с точки зрения фактора сентимента, сегмента рынка, мы получаем такую картину, что инфляция растет, инфляционные ожидания в том числе растут соответственно и ротации капиталов, осуществляется из технологической компании в компании промышленного сектора. Я в принципе неоднократно говорил, что даже среднесрочно уже многие компании нефтегазового американского сектора, там алюминий, никель и прочее, они уже перегреты. Соответственно здесь есть маленький нюанс, который необходимо учитывать. Точка апогея, так называемая, когда рынок будет снижаться, это ФРС. Я читал, что ФРС пройдут заседания, по-моему, в Джексон Холл в августе. И там, возможно, скажут они дальнейшие планы по программе количественных смечений, то есть КУЕ, сокращать ли баланс официально или нет. И также по программе денежно-кредитной политики. Соответственно, если от ФРС мы будем получать уже в августе те или иные сигналы, скажем так, новости, что баланс КУЕ будет сокращаться, ДКП будет ужеточаться, по американскому, российскому и прочему рынку мы получим коррекцию довольно существенную. Поэтому Эксон Мобил, к примеру говоря, сейчас на недельном графике вырисовывает медвежью дивергенцию, торгуясь на текущих уровнях среднесрочных. С другой стороны, капитальные затраты в этих нефтегазовых компаниях американских, они будут постепенно снижаться. И модернизацию, и вложение денег в новые разработки, даже модернизацию производства. Но я думаю, американская власть уже поблажек для нефтегазовых компаний американских давать не будет. Потому что американцы уже вместе с европейцами, азиатами встают на рельсы развития иных видов энергетики. Это сейчас, опять же, понимаете, сегмент рынка, он такой шаблонный максимально, что вот там дядя Вася сказал, дядя Петя, дядя Петя, тетя Мотя, тетя Мотя Баби Дуси. То, что вот будет так и никак не иначе. Я сколько раз приводил пример того, что до промышленной революции Великобритании топили дома дровами. 20 лет прошло. Уголь. Везде уголь, дрова ушли на четвертый план. Вот то же самое, что и сейчас. Нефть, газ, нефть, газ, нефть, газ, уголь. Уголь свое отживает, все. Впереди нефть. Газ, он еще будет долго доминировать. Из газа еще водород потом будут делать. Производные от газового топлива. Но там будут еще разоваться другие виды энергетики в том числе. Альтернативная, солнечная, гидрогенерация, атомная энергетика и прочее. Возобновляемый сочек энергетики в том числе. Это надо учитывать. Соответственно, сейчас многие компании нефтегазовые уже перестраиваются на эти пути развития. Только дураку непонятно то, что там творится сейчас. Либо человек, которому по барабану на все это. Это, как правило, около рыночники. Продающий свои курсы сраные. Вот в чем суть. Вот HM ExxonMobil. Что мы в ней имеем сейчас фундаментально? Да ничего толку мы не имеем сейчас. Нет широкого спектра мощностей производственных. Которые были бы, как, например, в Лукоиле. Среди альтернативного вида энергетики. То есть подушку безопасности для нефтегазовых компаний нужно готовить сейчас. Потому что если ее не приготовить в ближайшие вот эти пять лет. А я уверен, что мы уже в ближайшие пять лет, блядь, что-то пятилетку со стороны западных стран. Получим уже законодательный приказ о том, что, блядь, надо развивать эти другие виды энергетики. Вот есть слово надо. И другого слова быть не может. Вот если Exxon не будет сейчас заниматься этим. Будет только на своем нефтегазе сидеть. То от компании потом ничего не останется. Но это уже перспектива, я бы сказал, среднесрочной инвестиционной. То есть диапазон трех-пяти лет. Вот смотрите внимательно за этим фактором. Я, в принципе, тоже буду новости по ExxonMobil так или иначе мониторить. На телеграм-канале, на ВКонтакт-группе, Инстаграме, в Ютубе в том числе. Поэтому сейчас, в принципе, входить в нефтегазовые компании американские, к примеру, ExxonMobil, я считаю немного нерентабельным. Потому что, во-первых, на сильной зоне сопротивления. И вот, внимание, имеется боковик. Боковик это 55, дефис 63 доллара. Вот если все-таки цена придет на скользящую среднюю Яма 55. Вот видите, зеленая линия вот она проходит. Здесь можно рассмотреть под спекуляцию, потому что уровень будут оборонять торговые роботы, защищать его. Как следствие, мы получим тупо отскок. Опять к верхней границей канала, то есть 62. На такой локальной спекуляции можно прокатиться. Но это пока тот фактор, который надо учитывать. Но не более того. Далее, что к конца, компания TransOcean, это буровая компания, торгуется в восходящем тренде. В принципе, она идею мою по закрытию ГЭПа отыграла на ура. То есть закрытие ГЭПа на 4.02. Кто в этом участвовал, поздравляю. Кто не участвовал, не поздравляю. Вот. И суть в чем? В том, что переходим опять на недельный график. Это самое информативное, что можно сказать. Восходящий тренд, во-первых, имеется. Вот первая волна роста была, да, коррекция вторая. Сейчас начинается третья, зарождается первая, вторая, третья, четвертая, потом пятая будет. В принципе, по TransOcean цели остаются прежние. Диапазон, который я ранее еще озвучивал. Диапазон 4.60, 5.30, ну и самый край это 6.25. То есть там близи 7 долларов за акцию. Но тут надо помнить другое, что век TransOcean тоже недалек. То есть тут надо помнить то, что, да, этот перечень нефтегазовой энергетики все равно не завершится за ближайшие 5-7 лет. Он будет и дальше продолжаться, там, ближайшие еще 10-15 лет. Но производственные мощности будут сокращаться в компаниях в этом сегменте. И тем самым буровые компании тоже будут постепенно прекращать бурить скважин для дальнейшей добычи нефти. Очевидно ведь сюда, как ясный день. Соответственно и компания, вот TransOcean, пока держит среднесрочный курс на сопротивление, повторяюсь, 5 долларов 25 центов. С точки зрения технического анализа мы имеем то, что А. Дивергенция есть. Первое. Б. Но цель находится повыше. Да, потому что опять же играет важную роль это сегмент рынка и, соответственно, макроэкономика в рамках ротации капиталов. Все, не более того. Вот. Поэтому от уровня, к примеру говоря, там 4 доллара за акцию можно, в принципе, рассмотреть ее. По Southwestern Energy, ну, картина плюс-минус такая. На мой личный взгляд, знаете, и компании все эти мусорные. Что TransOcean, что Southwestern. То, что она пришла на доковидный уровень, это, конечно, хорошо, да? Ну, вот, доковидный уровень. Или тут он, где он был-то? А, он даже ниже был. Ну, короче, ладно. Пришел на уровень уже 19-го года, даже на уровень 18-го года. На недельном графике вырисовывается коррекционная формация в рамках текущего восходящего тренда. Это, видите, формация падающая звезда. Недельный график. В предыдущей неделе была эта формация активна. Соответственно, цели снижения после текущего импульса роста к уровню поддержки 4 доллара 80 центов. Тут, видите, просто получше сейчас раз, два, три, четвертая коррекционная волна. То есть, на эту поддержку. Ну, и пятая, соответственно, цель будет повыше в диапазоне 6.15, дефис 6.80. Вот. В остальном, в эту бумагу можно как вариант рассмотреть в том числе. Но, опять же, подчеркиваю, если вы будете эти бумаги как-то рассматривать, то не стоит обабахивать всю сумму капитала, да, чтобы потом мне строчить сообщение и говорить, что, ой, Михалыч, там я туда-туда-то сел, не знаю, что мне делать, бла-бла-бла, пятое-десятое. А не надо всем капиталом лезть. Сколько раз уже об этом говорил последние 4 года. Не надо лезть всем капиталом. Выделяйте на рисковые идеи как минимум 5-7 процентов и глубоко насрать, какой у вас капитал. 100 тысяч, да, или миллион, или 10 миллионов. Наплевать. Риск менеджмент надо соблюдать так или иначе. Где можно забить на риск менеджмент, можно забить на риск менеджмент тогда, когда вы понимаете, что эта акция торгуется на лоях вблизи, например, кризисной поддержки, там, 8-14-х годов, если по-российскому говорить, да. Блин, все другие акции выстрелили, вот это дура стоит, да, как было с ВТБ недавно. Вот я речь туда вошел на большую долю капитала, ВТБ. Там я покупал, покупал, покупал и покупал ее. Забил на риск менеджмент. Но я понимал, что она выстрелит. Вопрос времени. Вот то, что там потом было с Газпромом, да, и с кучей других людей, которые хорошо себя отработали в этом году. Но вот здесь, например, да, эта идея не точечная, саус-вестерн. Поэтому, да, коррекция на 4.80 ожидает стоит в рамках четвертой волны коррекционного тренда. Пятая будет выше. Но, опять же, риски есть. Опять же, есть риски. Риски сегмента. Просто, если мы получаем по ФРС в августе прикол в виде того, что по ДКП будем ужесточать, в скором будущем, КУЕ будем сворачивать. Инфляция пошла по миру. Рынок будет закладывать уже негативные ожидания. Все. То есть мы получаем уже коррекцию по всему сырьевому спектру. По сырьевым рынкам, американскому рынку и рынкам развивающихся стран в том числе. Это надо учитывать. Поэтому все внимание на уровень 480. По компании Шлюмбержер, ну, ситуация, опять же, обыденная. Вот я про нее много раз говорил. И еще раз напомню, что, видите, вот нисходящий тренд есть. Есть. Я даже сейчас тут же приду, это именно регрессионный тренд, чтобы вы это больше нагляднее видели. Вот он, видите? Регрессионный тренд. В принципе, у нас будет ближайшее сопротивление, сам важен, на уровне 39 долларов 50 центов. Это, конечно, средняя Яма. Если не ошибаюсь, Яма 200, что ли, не буду врать, не помню. Соответственно, вот все внимание на него, на этот уровень. Потому что выше пока не пустят. Но сюда еще придет. Средний срок у нас. Перегретость. Абсолютно месячный график. У нас пока еще потенциал есть. Вот это скользящий, который проходит здесь. Ну, 39-40. Но по компании Chevron тоже, как и в ExxonMobil, боковик. Вот видите, один в один на них ходит. Вот видите, вот боковичок и Chevron. Вот, да, вынос и боковичок идет. Соответственно, все это в рамках растущего тренда, восходящего канала. Но, повторяюсь, вот при этом, допустим, Chevron на уровень поддержки 100 долларов за акцию, да, можно приобрести по спекуляции, посмотреть. То есть, с целью уже на 110 долларов за акцию. То есть, тут коридор у нас, в принципе, широкий. 11% в долларовом соотношении. Поэтому можно рассмотреть в таком формате. Но покупать сейчас я бы лично не стал. То есть, лучше дождаться 100 баксов. По компании Heli Burton такая ситуация, как и в Schlumberger. Тут корреляция на плюс-минус, ну, плюс-минус один в один по многим бумагам американским. Именно по бумагам, где рыночная капитализация является средней. То есть, бумаги второго шлона, так называемые. Вот, соответственно, нисходящий тренд имеется. Проторговый внутри него. То есть, недельный график у нас, блин, перегрет. У нас ема. Все. Сопротивление 25 долларов 80 центов. Все. Сейчас будет просто боковик. Вот в этом диапазоне. Ждите его. Боковик будет. Лучше, чем инструмент стоматолога. Вот. Диапазон. 18 долларов 23 цента. Дефис 25 долларов. Ну, округлено. И пока будет у нас такая пила-то ходящая. Вот такая. В рамках пока еще текущего нисходящего тренда. Ну, и с точки зрения волнового фактора, пятерочку она отрисовала сейчас. То есть, пятую волну роста, в принципе. Внутри этого нисходящего тренда. Так что, аккуратнее с Холиверт, аккуратнее. Далее, Дельта Аirlines авиакомпании. В принципе, пассажиропоток восстанавливается. Я сам с данной об этом постил. Вот видите, восстановление авиасектора США. То есть, ну, почти приходим к 2019 году. Все. Плавно. Почти вакцинация полным ходом. Бла-бла-бла. Опять десятая. Соответственно, рынок эту бумагу переоценит уже по факту. О, не по факту, а по ожиданиям. Ну, то есть, я закладывал сперва ожидание, что вот там через полгода, год будет все хорошо, восстанавливается и прочее. Цель среднесрочной по Дельта Аirlines. Да, это закрытие гэпа на уровне 57 долларов 80 центов. Я, опять же, лично, хоть и говорю про эту цель, но лично я ее все равно не покупаю. Потому что, на мой взгляд, тут бумага довольно, ну, немного не моего формата, я бы сказал. Перегретая в том числе. Вот, соответственно, по Американ Аirlines картина, ну, плюс-минус аналогичная. То есть, вот, тоже гэп на уровне 28 долларов за акцию имеется. Это надо учитывать. И, соответственно, эти две бумаги пришли к своему сопротивлению. Яма, скользящий средний, вот видите. Поэтому пока про торговку в рамках бокового движения. Мне тут стоит ожидать и не боль. То есть, боковик, вот, например, Американ Аirlines, это 21, дефис 25 долларов. То есть, 21 доллар, дефис 25 долларов за акцию. Дельта, то же самое. 44, дефис 49,6 доллара за акцию. Так математические расчеты, если точно говорить. Вот, в принципе, дальше цели все равно по этим бумагам есть. Надо помнить то, что пассажиропоток еще полностью не восстановился в Америке. Восстановление будет, повторяюсь, конец 21 года. Все, 22 год, это уже будет годом выхода из полноценного этого, хрен пойми, какого кризиса. Какого-то ковида непонятного. Вот. Так что авиация у нас еще в полной мере задышит. Только подождите. По круизам многие круизы уже возобновляют. Народ вынужден эти ковид-паспорты иметь. Докатились вообще пипец просто. Какой-то ковид-паспорт, чтобы путешествовать по круизам. Сперва ковид-паспорт, потом че пизаться, а потом че? А потом непонятно что. И, соответственно, карнивал, да, получается, ну, как и Royal Caribbean, один в один. Они и про торговку, у них одна и та же. Возобновляют круизы постепенно. Тут пока в карнивал боковик. Диапазон 25.65, дефис 31 доллар 36 цента. Пока в нем и будет торговаться. Вот боковички этому. Сейчас я его покажу здесь. Вот здесь вот. Вот тут и вот тут. Пока чего-то сверх суперного ждать не стоит. Эта акция будет расти тупо на ожиданиях. Кстати говоря, если так посмотреть на нее, то в рамках текущего тренда начинается видеть уже пятый восходящий тренд. Вот здесь вот. Ну, то есть с целью на сопротивление 33.72, дефис 40 до. То есть на передгаповую зону она будет целься среднесрочно. Бумага. В общем, кто в позиции, держите, я думаю. Кто не в позиции, тут уже сами, смотрите. Риски тоже есть. Ну и Royal Caribbean тут как близнец для карнивала. То есть та же самая ситуация. То есть пытается вырисовываться завершительная, завершающая волна роста. Потому что, видите, на передгаповую зону идет про торговку. Цель закрытия ГЭПа, да. То есть на сопротивление 100, ну 110 долларов за акцию, скажем так. В общем, как итог, учитывайте, что идет программа QE, то есть количество смягчения в рамках мягкой денежки рейтной политики. Американский рынок никуда не рухнет. Это просто вот прям вот на лбу себе запишите фломастером. Вот QE плюс мягкое ДКП равно рост Америки. Понимаете? Только уже секторальный рост будет. Я говорил еще об этом до большой ротации, какая была, началась в конце октября, начале ноября. Тогда я еще год назад говорил, что будет ротация капиталов. Мы ее получим. Мы ее взяли и получили. Соответственно, сейчас эта ротация будет продолжаться. Это надо помнить. Потому что сцены на сырье взлетели, инфляция растет, и инфляционные ожидания в том числе продолжают свой рост. Извините меня. И давайте еще раз перейдем к такому моменту, что фактически инфляция в Америке 20-25%. 20-25%. Рынок недвижимости в индексе PI просто не учитывается, и все. А в 70-е годы учитывался. Это вам привет из 70-х. О чем я тоже еще говорил полгода назад, что у нас будет сценарий стокфляции в Америке. Сейчас все об этом заговорили. Говорили все. Кто был первый об этом говорил? Правильно, Михалыч. На канале Биржи, канал рынке акций. Учитывайте это. И, соответственно, если вы держите поедите по Америке, у вас апогейная точка, точка апогея, невозврата. То есть, когда вы залетаете в эту атмосферу, в ближайший космос. Чтобы вылететь в космос, нужно ракете. Или шаттлу, неважно что. На ближайшую орбиту вылететь, горизонтально встать, и орбиту уже чисто физически расширить. Чтобы потом уже шаттл или ракета не рухнула опять на Землю. Правильно? То есть, нужно еще тягу добавить, чтобы орбиту расширить. Логично, логично. Астрофизика, астрофизика. Чем на школе учили. Правильно? Правильно. И, соответственно, то же самое и здесь. Точка апогея, да? Точка апогея. ФРС это как та самая ракета, которая расширила свою орбиту, и вокруг экономики она вот так вот летает. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Пикает. Экономика, мягкая денежка, политика, плюс ку-е. Все. Летает. И пока она вот летает вокруг этой орбиты, да, американцы не упадут, запомните. Потому что я вам тоже, у меня в рекомендации в Ютубе вылетают всякие эти гуру-блогеры, да, инвест. Какой-то там чувак пришел год назад в рынок. Он уже себя гуру умнит. Да потому что я заработал там 70% годовых. И думаю, что я в рынке понимаю. Дорогой ты мой, ты ничего в рынке не понимаешь. Ты кризисов не видел, ты обвалов не видел, ты дефолтов не видел. Имитентов те же самых. Не надо себя гуру строить. Вася Пупкин. Геннадий Залубкин. Так что реперная точка, так называемая точка апогея, это, судя по всему, осень. Ну, конец лета, начало осени, то есть август. Они, по-моему, там Фред Джексон Холли, повторяю, заседают. Поэтому все внимание на него будем учитывать. Я в том числе. Вот. И посмотрим, как там будет риторика. Потому что я еще раз говорю, что ужесточение ДКП, оно будет рано или поздно. Вопрос, когда? Или этот год, или конец следующего года. Одно из двух. Потому что, смотрите, если опять же мы приходим к такому формату. Если сейчас американцы скажут, что инфляция на время, будем продолжать, Джанет Йерен давит на пакет стимулов, Байден на пакет стимулов все равно давит, ФРС молчат в сторонке. Если они будут так дальше молчать, а другие будут давить на пакет стимулов, мы получаем 22-й год инфляционным. Мы получаем вынос по всем промышленным металлам, рост, по драгоценным металлам рост, и рост по акциям нефтегазовых компаний. Я много макроэкономических своих работ писал на эту тему и доказал, что так оно и будет. Поэтому все внимание на август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и все. И мы там узнаем, что ФРС будет предлагать для рынка. Потому что рынок ФРС уже не верит. Они понимают, что инфляция пошла, палец о палец не ударен. Им инфляция нужна, американцам. Они как огня дефляции боятся. Потому что за иметь дефляцию в американской экономике, извините меня, когда китайцы возьмут верхонство, станут первой экономикой мира. У нас впереди еще Центральный банк Китая на подиум выйдет скоро. Очень скоро. У нас мир уже все, он дробится на восток и на запад. Все. Все. Это биполярный мир. Сейчас закладывается устой будущего биполярного мира. Мир был биполярный до 26 декабря 1991 года. Вплоть до развала Союза Советских Социалистических Республик. Два мира было. Социалистический и капиталистический. Сейчас вновь два мира появляется. Только не идеологический. А на сферы влияния делится. Азиатская сфера влияния, восточная и западная. Вот. То есть, все. Ждем Центральный банк Китая на подиум. Дальше веселее будет, поверьте. Волатильность будет зашкаливать. Но это будет уже в ближайший год-два. Вот. Ну, а в ближайшую перспективу, там, полгода хотя бы. Ждем ФРС. Заседание там в Джексон Холл есть, не ошибаюсь. Поглядим, что они скажут. Поэтому, кто в позициях, я думаю, держите дальше. Кто не в позициях, тут уже на ваш страх и риск. Потому что, ну, еще раз напомню, что со многих бумаг лично я выхожу. И я все равно, если даже будет в 22-м году инфляционный выброс, шторм начнется инфляционный. У меня есть серебро. Оно еще будет расти. Драгметалл, они все равно будут расти. Это неизбежно. Это просто неизбежно. И, соответственно, если что, все это есть. Все. Я не волнуюсь. Но по рынку акций я страхуюсь. То есть, продаю то, что выросло. И не покупаю то, что на среднесрочных максимумах. Либо на максимумах исторически. Зачем? Нет смысла. Опасно. В общем, как-то так. Но я думаю, на этом все. Всем все понятно. У нас имеются медиаресурсы в каждом закрепленном сообщении, под каждым видеоролик. То есть, в третьем пункте это Телеграм-каналы. В четвертом пункте это Инстаграм-канал. В пятом пункте это ВКонтакт-группа. Помните, что мы все. Вообще все. А поголовно заклеймены на прибыль. Но помните одно, что время и грамотная стратегия. Наши главные союзники. Те, кто меня смотрит, читает последние 4 года, прекрасно понимают, что... Блин! Стратегия Михалыча оправдывается. А Михалыч своих читателей и подписчиков никогда не обманет. Запомните это. Михалычу репутация дороже. А я Михалыч, это я. Мне дороже репутация и доверие. Поэтому учитывайте это. Грамотная стратегия и время окупается всегда. Если вот вы купили, например, компанию или там акцию АБВГД, да, или там, не знаю, какой-нибудь металл, да, там, слиток. Месяц проходит, не растет. Два месяца не растет. Три месяца, да сука, сколько можно, да? Четыре месяца. Вот ублюдок загнал в бумагу, в металл. Пойду при дьяву напишу. Не надо так делать. Башкой надо думать. И понимать одну важную вещь, что если вошли, ждите. Все. И не шевелитесь. Если вы покупаете на исторических минимумах эту какую-нибудь бумагу или металл, что прочее, она вырастет, гарантированно вырастет. Надо только подождать, повременить. Немного. Но потом прибыль с нее сливки снять, понимать, в кармашек положить и пойти там прелюбодействовать дальше на рынке. Такая стратегия всегда окупается. Запомните это. И парадигма, она не изменится никогда. Учитывайте это. Всего доброго.